Здравствуйте, ребята! Меня зовут Вера, и я рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу вам показать уже проверенный способ, вот как мы присаживали огурчики в опилке. И теперь мне хочется похвастаться и кукурузкой. Замечательные исходы! И семена вот прорастают в таком вот наполнителе. Идеально! Просто шикарно! Вот эта вот кукурузки моей, в общем, где-то ей уже 10 дней. То есть через 5 дней она начала проклевываться. Она у меня полностью, можно сказать, готова к высадке в грунт. Прекрасно все будет приживаться. Но, знаете, вот больше двух недель в опилочках лучше рассаду не держать. Ну, что бы ни сказалось на развитии самой нашей рассады. Потому что, вот знаете, на начальной стадии рассада, конечно же, обойдется без земли. Ну, где-то вот две недельки. Но дальше лучше, ребята, пересадить такую рассаду в грунт. Вот смотрите, какая у нее шикарная, просто наишикарнейшая корневая система. О, она себя прям здесь идеально чувствует. Мне кажется, она вот лучше в таком наполнителе, ух ты, себя чувствует, чем... Я их две вытащила, чем в опилках для животных. Вот такая вот, ну, мне кажется, вот идеальная рассада получается. Корневая такая мощная, да? Ну, идеально. И, ребята, вот когда в грунт будете высаживать, да? Ну, вот где-то от семечки отступите сантиметра полтора и вот так вот заглубляйте. Вот на таком расстоянии, вот так вот раз и заглубите ее сантиметра на один-полтора вот так вот отступите от семечки и в грунт. Прекрасно рассада приживается. Ничего не бойтесь, экспериментируйте. Что рассада шикарная в самокруточках, что в улиточках, что вот так вот в наполнителе. Просто чудо, а не рассада. Любую, вы так можете все семена присадить. И бобовые. В общем, все вот эти вот кукурузка, короче, горошек. Что у нас там, господи, сейчас не вспомню, когда начинаю волноваться. Любые. А, тыковку можете, кабачки. Все взойдет вот в таком шикарном наполнителе. Я уже показывала, как наполнитель. Берете наполнитель, вот, можете вот через наполнитель. И вот, он вот такой вот у нас, вот такой вот примерно, да. Засыпаете, залили кипяточком. Оно у вас быстро-быстро начинает разбухать. Все, можем вот в таких вот опилочках. Точно так, ребята, берем опилки. Заливаем кипятком. И знаете, аж парьте их хотя бы раза два. Ну, чтобы вот эти вот все масла ушли оттуда. Не нужно нам. Вот знаете, наполнитель я все-таки на один раз. А опилочки я вам советую на два раза ошпарить кипяточком. Все идеально. Сделали вот такую вот консистенцию. Можете не придавливать. Берете свои, свою кукурузку. Вот у меня в этой коробочке. Фернандо. Он ранний. Замечательная кукурузка. И вот так вот носиком. Старайтесь вниз. Носиком. Хотя вы знаете, как бы вы ее не вторнули, она все равно дорогу найдет. Но все-таки носиком вниз, ребята. Носиком вниз. Все. Посадили. Сверху опять присыпали. Знаете, делайте вот такие вот не сильно влажные, чтобы не текла вода. Когда вы делаете, вот заливаете кипяточком, потом сливаете, чтобы наши опилочки не были сильно влажные. Но хорошо быть, должны быть смочены. Все. Следующий вы берете пакетик. Все делаете, как всегда, при посадочке мы это делаем. Я уже показывала вам. И накрываете. Все, ребята, за три секунды вы можете таких коробочек себе понаставить. Видимо, невидимо. И убрали либо в шкафчик. Ну, в общем, должна быть температура для прорастания где-то до, в общем, 25 градусов. Это идеально, ребята. Ну, может быть, кому-то и пригодятся мои такие вот, не знаю, наработки. Может быть, кто-то и знает. Может быть, кто-то уже и пользовался. Подскажите, может быть, какой у вас самый любимый способ выращивания своей рассады. Чтобы и место мало занимало, и было более компактно, и чтоб меньше было грязи. А с вами была Вера и мой канал Моя Тепличка. Рассада идеальная, ребята. Пока-пока, мои хорошие.